друзья приветствую максим из самарской области прислал посылку с образцами масла до разных масел трех масел разных из двух автомобилей хотя я ошибочно один из автомобилей воспринимал как два по результатам так сейчас покажу вот тоталь кварц 9000 futuro nfc 530 масла опять b5 и вот нижняя часть описания это лукойл дженезис армартек 540 а3b4 полнозольное масло тоже из того же киа рео двадцатого года верхнюю часть можете не смотреть это mobile 1 esp вот такие баночки к сожалению немножко пролили сейчас почищу подпишу ну и можно проверять значит проверяю два масла из одного автомобиля очень интересный на мой взгляд получился тест необычный так значит первым делом эталон данного масла меня есть поэтому я проверю свежая сравню его с эталоном и дали отработку так смотрите 97 процентов по противоизносным присадкам все показатели очень похожи 155 кислотному чуть ниже чем в эталоне 061 в эталоне было и 9 и 9 щелочное на ниже на одну десятую то есть ну сомнений у меня нет это тоталь кварц в общем-то показатели очень похожи единственное только вот кислотный отличается на 8 сотых но это такое себе погрешность прибора погрешность партии так и можно приступать проверки отработки смотрите киа рио двадцатого года с мотором g4 fg 123 сил 1 и 6 30 тысяч пробег совсем небольшой 7824 километра пробег на масле 132 моточаса при средней скорости 59 километров в час трассовый пробег смотрите что показала отработка 76 процентов противоизносных присадок гликоля нет значит так нитрование уже подходит грубо говоря красной зоны к желтой зоне три сотых процента сажи средний такой процент хотя для трассы многовато 288 кислотная сильно подросла за за 9 щелочное да к тому же еще и 1700 пм воды вообще что-то непонятное с маслом грубо говоря масло уже практически укатана за такой пробег фантастика какая-то это опять бы 5 это полнозольное маслом просто более энергосберегающие так сейчас покажу вам что произошло с вязкостью и здесь вообще очень интересный получился результат почему я подумал что из разных автомобилей значит по сравнению с со вторым образцом настолько разные результаты что просто уму непостижимо смотрите масло очень сильно загущено очень это 30000 пробег такого не бывает знаете что это значит загущение минус 45 процентов это очень сильный перекат да как ни парадоксально 132 часа и очень сильный перекат далее я вам покажу обоснование этого вывода так следующий образец это лукойл дженея сар мартек сожалению свежего не было здесь надо в уме держать что я сравниваю свежий образец с образцом который был создан из эталона девятнадцатого года так закладываю свежие давайте посмотрим что показал прибор штат 8 процентов по противоизносных присадкам две десятые гликоля 297 кислотные и 6 и 2 щелочное то есть запас еще есть но да не смотрите на кислотное тут начальная в эталоне выставлена начальная выше чем в тотале в том же кислотное то есть нарастание не такое большое здесь уже масло держится хотя ведь и чуть по пробегу чуть больше и средней скорости меньше 8 740 пробег на масле 156 моточасов и средняя скорость 56 километров в час видимо в прошлый раз ехал владелец горки а сейчас в горку это шутка конечно поясняю для тех кто не понял так и вот смотрите здесь повторяю вот в маленькой баночке это мой образец девятнадцатого года выпуска поэтому здесь возможны варианты если вот отработка например выпуска 22 года то возможны варианты чем я сталкивался что масло делают пожиже ну вот присадок чуть поменьше кладут и она более жидкой становится ну вот здесь я думаю что классический пример того что масло уже разные то есть не совсем корректное было сравнение если так то получается результат будет немножко занижен видите 41 процент разжижения вот это много особенно для такой средней скорости я думаю что здесь именно от различия уже в рецептуре да не забывайте отметить видео подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомление и вот значит прогнозы по двум образцам посмотрите тоталь 150 моточасов мощи нейтрализующие свойства вообще подозрительно не трава не 198 моточасов и сравните с лукойлом на мой взгляд тоже заниженным 262 моточаса мощи нейтрализующие 270 мы списались максимум стали выяснять этот момент и пришли знаете какому выводу дилер не заменил тоталь на очередном то то есть как раз в два раза сократив ресурс масла то есть если масло было свежее скорее всего начальное то был бы прогноз в районе 300 моточасов по лукойлу здесь сыграла разница в рецептурах и тоже скорее всего это ближе к 300 то есть особой разницы между маслами ну там может быть там 20 моточасов максимум мне кажется лукойл бы уступил но тут надо уже оценивать по стоимости сколько стоит тоталь сколько стоит лукойл что скажем так целесообразнее покупать большой разницы по образцам я не вижу вот я когда увидел сравнение двух вязкостей плюс 41 минус 45 ну разжижение 41 и загущение 45 у меня вообще в голову не могло прийти что это один и тот же автомобиль понимаете да вот слишком катастрофическая разница я сначала думал что здесь какая-то проблема с мотором хотя 30000 общего пробега блин выступал противоположным аргументом ну всякая может быть знаете какой брак там или что-нибудь еще такое вот но все оказалось намного проще я думаю что здесь именно имеем место имеет место или частичная замена или вообще полное игнорирование замены возможно фильтр протерли тряпкой и гони парень может быть не было масло не знаю значит это автомобиль не самого максима как он пояснил его брата и дилер это если память не изменяет тюмень вот такой получился на мой взгляд необычный интересный тест пишите что думаете по этому поводу максима благодарю за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока